Привет! Я Андрей, это Надя. Несколько дней назад я вывесил обзор iPad на YouTube и подвергся достаточно конструктивной критике. Многим понравился этот аппарат, многим понравилось то, как я его представил, но вместе с тем нашлись те, кто достаточно обоснованно меня покритиковал. Именно для них я делаю вторую часть продолжения марлезонского балета, то бишь обзора, и сейчас мы расскажем и покажем то, о чем в первой части было недосказано и недопоказано. Во-первых, меня упрекнули в том, что аппарат запакован в пленочку. Сегодня мы эту пленочку снимаем. Для этого мне пришлось доехать до компании Микробит, попросить у них еще раз разрешение снять этот девайс. Что мне было сказано? Что обязательно, но только ни в коем случае не поломать и не попачкать. Постараемся этого не делать. Как получится. Вот аппарат, значит, вот экран. Вы все видите сами. То есть, как он бликует, как он видится при ярком свете. У нас тут достаточно яркие приборы. На мой взгляд, такая средненькая читабельность, но бывает и хуже. Что бы я хотел показать? Во-первых, работу с электронной почтой. Я завел сюда свою учетную запись. Вот так быстро я не успеваю. Я завел сюда свою учетную запись. Вот можно открыть входящие, посмотреть все письма, которые ко мне приходили. Посмотреть, например, как он работает с вложениями формата Word или Excel. Сейчас у меня здесь файлик в формате .docx. Это формат Word 97, который, в общем-то, многим устройствам не по зубам. Мы видим, что iPad его открывает. Правда, открывает согрехами. Например, некоторые шрифты у нас в виде квадратиков. Видимо, это какой-то форматированный шрифт, форматированный текст. То есть, есть как бы свои нюансы, но в целом я могу сказать, что и вордовский, и Excel-вские документы открываются достаточно бойко и быстро. Например, как аппарат открывает PDF-файлы. Здесь у меня письмо с электронными билетами, вложение в файл PDF. Я нажимаю «Открываться». Вот он открывается. Вся картинка. Причем картинка, естественно, масштабируется. Мы можем читать, смотреть все, что здесь написано. Судя по скорости открытия, это довольно-таки небольшой файлик, но, тем не менее, скорость работы с PDF-ом заслуживает уважения. Ничего себе, ты ходил на цирк до солей? Нет, я иду на цирк до солей. Ты крутыш! Ну, слушай. Очень хочу. Какой цирк. Такие билеты. Итак, значит, это что касается почты. Что касается книжек. Одно из основных назначений такого девайса и одной из основных линий партий, которую продвигает компания Apple. Это возможно чтение электронных книг. В AppStory есть приложение, называется iBooks. Его можно скачать. Оно бесплатное. Пардон. Оно бесплатное. Запускаем. У нас открываются книжные полочки. И здесь книжечки. Значит, есть красивые книжечки, правда, на английском языке. Это то, что предлагается, в общем-то, вместе с программой. А вот эти три книжечки я скачал сам. Значит, они... Слушай, хороший выбор. Шрэп, Гарри Поттерн, что еще? Слушай, что-то еще. Приключения мага. Дело в том, что эти книжки конвертированы в специальный формат. Называется он ePub. Это формат, который продвигает именно Apple для своих девайсов. Как это выглядит? Мы нажимаем на книжечку, книжечка открывается. И здесь мы видим, собственно, сами странички. Покажи, пожалуйста, как... Ну, это ты сейчас... А, это странички. Странички я умею перелесить. Да, странички. Ну, можно помедленнее. Потому что тут весь смак заключается в том, что можно страничку подержать на одном месте. Обслюнявить. Обслюнявить. Интригу. Я так понимаю, что А это... Да, это что? Здесь у тебя поиск, а А это у нас, соответственно, шрифт. То есть мы можем увеличить шрифт для слабовидящих, либо уменьшить шрифт для хорошо видящих. А закладки? Закладки ты можешь в любом месте подержать. Палец... Нет, это у нас поиск. Нет. Ага, вот было. Да, да, да. Нет, мы выбираем кусок текста. И здесь мы предлагаем либо словарь перевести, либо добавить к закладке. Еще вариант. Отображение вертикальное. Если мы поворачиваем iPad вертикально, то у нас вся книжка отображается, как будто у нас одна страница. Точно так же. Слушай, это же удобно. Это же можно школьникам носить с собой на экзамены. Шпаргавочки. И шпаргавочки. У нас так? Маленький девайсик. Нет, я думаю, что шпаргав... Нет, круто. Нет, смотри, мобильные телефоны запрещают. Айпады или айпады? Айбэды. Ай что-то. Ай что-то не запрещают. Это же круто. Это же круто. Я могу сказать следующее. Насчет школы не знаю, но что касается переворотов индустрии книжек электронных, это совершенно точно. Потому что вот так кайфово, как это работает здесь, честно говоря, я не видел этого нигде. Что хочу показать еще. Это приложение для айфона. Естественно, не секрет, что уже много лет в App Store есть огромные качества приложений для айпода и для айфона, которые, собственно, с успехом, как выяснилось, работают здесь. Простой пример. Вот у нас скайп. Скайп, который выпущен для айфона. В оригинальном виде он выглядит вот так. Вот такая маленькая картиночка. Значит, здесь, в правом нижнем углу, есть кнопочка масштабирования. Мы можем нажать на нее, и сама программка увеличится до размеров экрана. Конечно, разрешение будет не очень качественное, но тем не менее, все заработает и, собственно, все произойдет. Сейчас я продемонстрирую вам, что можно даже позвонить. Вот тестовый центр скайп. Мы сейчас делаем тестовый звоночек. Посмотрим, как все это выглядит. Благодаря вот такому микрофончику, который находится сверху. Сейчас мы попробуем поговорить. Такой вариант большого мобильного телефона. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел за щек погулять. Сразу прощаю ваше внимание, в чем фишка. Нету камеры. То есть мы поговорить сможем, но, соответственно, нас не увидят. Это же хорошо. Мало ли чем ты занимаешься. Вышел за щек погулять. Безусловно, да, но все-таки как достоинство я бы это не рассматривал. Это скорее как недостаток девайс. А наушники можно? Можно. Наушники можно сюда. И более того, наверное, даже нужно, потому что динамик хоть и есть, но довольно тихий. То есть это звук был максимальный? Звук был максимально громкий, то что можно дать. Ну, для разговора достаточно. В общем-то, если ты не сидишь в шумном кафе, то тогда да. Окей. Слушай, хорошая фотография. Можно использовать как фоторамку. Как фоторамку. Есть приложение для фоторамки, именно специальная программа, которая позволяет загружать большое количество картинок, и они будут меняться либо под музыку, либо с лайд-шоу, там, с любыми эффектами. Естественно, такое назначение девайса просится само собой. Ну, сейчас я бы хотел как бы подвести некие итоги и сказать вообще, какие плюсы, какие минусы в этой штуке, например, по моему мнению, там, и, может быть, по твоему мнению, вот как пользователя совершенно не ангажированного такого рода устройства. Я считаю, что что здесь плохо? Плохо – это отсутствие флэша. Флэша в браузере. То есть вы при интернет-серфинге, вы не сможете как бы открыть много, множество, огромное количество сайтов, которые работают на флэш. Это минус. Реальный минус – это отсутствие либо карт-ридера, либо USB-флэш физического носителя, который можно воткнуть сюда. Пример. Ты уехала на дачу, у тебя есть фотоаппарат, ты нафотографировала много фотографий, ты их не можешь сюда слить без компьютера. То есть сначала все равно придется доставать пыльный ноутбук там из-под кровати, в него скидывать ваши фотки. Ну и что, зато у меня есть модный iPad, у меня есть Skype, у меня есть мои всякие записные книжки, у меня есть интернет. Но согласись, что если бы его функциональность была несколько более расширенной, это было бы круто. Зато я могу рассматривать старые фотографии, которые у меня уже в базе. Наверное, да. Отсутствие камеры, мы уже его упоминали, тоже как на ней. А мне это нравится, я считаю, что это отлично. Ну согласись, что сейчас многие дешевые… Представляешь, что ты забыл выключить камеру, ты забыл, ну пошел, я не знаю, в бане, взял с собой телефон. Ну конечно, да. Ну для начала нужно, чтобы в бане был Wi-Fi как минимум. У меня же продвинутая баня, ты же Андрей Славович. Да, у меня в бане продвинутая. Ну в общем, как-то так. Довольно спорный девайс. Вот я в первой части обзора говорил, и сейчас я еще раз хочу подчеркнуть то, что он умеет делать, он умеет делать очень кайфово, но к сожалению, он многих вещей делать не умеет. И это печально. Поэтому выбор, так сказать, и решение покупать или не покупать такую штуку, она безусловно остается за вами. Но при этом это очень красивая, стильная штука, которую можно подарить ребенку, взрослому, женщине, мужчине, согласен, кому угодно. Нет, ну это факт, абсолютно точно. Можно подарить и для бизнеса, и для развлечения. И в то же время он такой стильный, модный, дорогой, по-моему, да? Ну достаточно. Смотря где. Нет, ну класс, ну класс. Ноутбук тяжелый, телефон маленький, а тут такая штука и мопс. Поставил на стол. Раз у тебя календарь, раз у тебя контакты, раз у тебя заметки, интернет. Мопс решает. Нет, ну слушай, красиво. Я люблю красивые новые штуки. Может быть через неделю я скажу что-нибудь другое плохое, но сейчас оно мне нравится. Хорошо. На этом мы ставим точку. Удачи, смотрите нас еще. Пока.